Добрый день! IDO Mode позволяет сделать быстрый выбор из списка по строке или нескольким подстрокам. Под списками часто бывают списки функций внутри файла, списки файлов на диске внутри каталога, или, допустим, списки файлов внутри проекта, или списки буферов. То есть все эти типы списков легко управляются, легко можно перейти или найти нужный нам файл, используя IDO Mode. И что значит легко, это значит с меньшим нажатием клавиш в совокупности. Рассмотрим простой пример. Допустим, я открываю файл в каком-то каталоге. Если мы посмотрим, допустим, на какой-то каталог, у нас здесь, допустим, есть три файла, которые начинаются со слова C. Обычно, в обычном подходе, мы в клавишу ETAB будем набирать, после этого, допустим, нам нужно выбрать Core. Если мы будем действовать стандартным способом, в Максимум, тоже такое присутствие, по умолчанию, то мы должны набрать букву C, у нас появятся три варианта, потом букву O, останется два варианта, допустим, букву R, и после этого с трех нажатий клавиш мы выбрали искомое. С другой стороны, если выбирать то же самое через IDO Mode, мы можем выбрать любую подстроку. Соответственно, мы можем набрать просто RE и попасть сюда, потому что RE встречается только в этом слое. Вот. Это просто ускоряет поиск, особенно когда файлов одинакового, файлов много. Как вариант, могу показать, как... Вот интересная проблема в Django. В Django почти все имена, все файлы называются одинаковые. Допустим, файлы моделей, файлы вьювов, файлы URL-ов. А нужно по коду, когда большой проект, нужно быстро производить поиск. Я попытаюсь открыть, допустим, сейчас файлы вьювов. Сейчас мы сделаем поиск. Открыть много файлов. А дальше будем плавать к нему приходить наиболее быстро. Итого, у нас открыт десяток файлов вьюв. Здесь в Emacs также включен режим Unikify, который делает уникальным имя каждого открытого файла. То есть, он берет по общему пути к файлу и добавляет уникальную часть к имени файла. Соответственно, легко общаться. И если даже у нас два совершенно одинаковых проекта в разных каталогах открыли одинаковые файлы, то уникальная часть пути к этому файлу будет показана в нашем имени. Дальше. Как, допустим, я буду выбирать? Вот наш буфер-лист. Тут много файлов. Но я знаю, что мне нужен вьювс. Я могу набрать просто вьювс. Потом нажать Ctrl-пробел и ввести вторую под строку. Допустим, Payment. Попасть конкретно на Payment. То есть, не листая долго. Понятно, что можно пролистать. Можно набрать вьювс. И потом вот здесь, в клавише вправо, делать то же самое. Пытаться пролистать и найти можно на модуль. Но без листания мы набираем просто вьюв. После этого нажимаем Ctrl-пробел и, допустим, Data. Две буквы DA мы уже попадаем на необходимый искомый вьюв. Аналогичное IDO mode может быть использован не только для открытия файлов или для переключения буферов. Также им можно пользоваться во всех различных, допустим, по списку функций поиска. Или по... Это в открытом файле. Может быть взять какой-то побольше файл. Вот, допустим, здесь. Вот здесь вот, допустим, мне нужно найти Personal Info. Для этого я просто наберу подчеркивание in и попаду в ту функцию, которая мне нужна. Вот такое небольшое введение по IDO mode для IMAX. Спасибо.